К МКС стартует ракета-носитель «Союз» с новой модификацией транспортного корабля «Прогресс-МС» с дублирующими электродвигателями стыковочного механизма и улучшенной системой наведения «Курс». Корабль получит дополнительную защиту грузового отсека от космического мусора и микрометеоритов. Старт «Союза» с кораблем «Прогресс-МС» 21 декабря. Ученые Европейского космического агентства представили анимацию посадки модуля «Филы» на основе научных данных и реальной телеметрии. Год назад зонд «Филы» спустился на комету Черюмова-Герасименко. Однако из-за слабой силы гравитации не сразу закрепился. Несколько часов аппарат кувыркался и отскакивал от кометы. К сожалению, туда, где он сел, не попадали солнечные лучи для подпитки зонда энергии. Через несколько дней связь с ним была потеряна. В пустыне Атакама на севере Чили начали строить самый большой в мире телескоп. Его официальное название – гигантский Магелланов телескоп. Размер главного зеркала из семи сегментов – 24,5 метра. Общая высота конструкции, включая купол башни, равна высоте 20-этажного дома. Телескоп создают на территории обсерватории Лас-Кампанос, где 300 безоблачных дней в году, прозрачная атмосфера и абсолютно темное небо. Астрономы обнаружили карликовую планету на окраине Солнечной системы. Расстояние до нее более 15 миллиардов километров, что в сто раз дальше, чем от Земли до Солнца. Размер небесного тела – около 700 километров. Лондонская музыкальная группа Public Service Broadcasting порадует своих поклонников новым мини-альбомом с названием «Королев спутник». Песня «Королев» посвящена памяти конструктора Сергея Королева. А на песню «Спутник» Public Service Broadcasting даже сняли клип. В небе над ночным Сан-Франциско след от военной ракеты Trident 2D5, запущенной с американской подводной лодки. Утро в Кении. На фотографии убывающая Луна, Венера, Марс, Юпитер и яркий метеор из потока Тауриды. Еще один яркий болид случайно попал в поле объектива камеры, которая снимала туманность Ориона и яркую звезду Ригель. Скорость метеора примерно 30 километров в секунду. 17 ноября 1970 года на поверхность Луны был доставлен советский луноход. Первый в мире самоходный аппарат на другом небесном теле. По команде с Земли раскрываются трапы. Выдаю команду Иван-6. Команда прошла. Сигнал устойчивый, изображение хорошее. Камера пишет панораму лунной поверхности. Луноход проработал в районе моря дождей около года. Проехал более 10 километров и передал на Землю 25 тысяч фотографий. Главные научные задачи, которые ставились перед самоходным аппаратом, изучение радиоактивного и рентгеновского космического излучения на поверхности Луны и химия грунта. Когда садишься за пульт управления, ты врастаешь в луноход и как будто бы ты находишься на луноходе, на этом транспортном средстве. Но ты принимаешь эту информацию не так, как мы обычно принимаем. Дерево справа, дерево слева, дорога, там всякие у нас, то есть фитофоры, то есть что. А тут нет. Тут определил оценку обстановки, доложил и принимаешь решение своего курса. Вот тут опять-таки штурмом все зарисовывают, чтобы если нужно было вернуться обратно или что-то рассказать, водитель останавливался и проводили панорамные съемки либо вертикальными камерами панорамными, либо обзорными. 18 ноября 1988 года. Особая дата в истории отечественной космонавтики. 205 минут полета советского космического корабля «Буран» стали сенсацией. Впервые в мире челнок приземлился в автоматическом режиме. В то время американские шаттлы садились только под управлением пилотов. Успех летного испытания ракеты-носителя «Энергия» и беспилотная посадка орбитального корабля «Буран» — событие в мировой космонавтике. По своему значению, оно стоит в ряду пионерских шагов в космосе, как первый наш спутник, как полет Юрия Гагарина. День был ненастным, шел дождь, был сильный ветер. Ну, откладывать пуска «Бурана» уже, так сказать, не было возможности. Мы его так на несколько моментов сдвигали. И вот в назначенное время он полетел. Сделав два витка, он вернулся. Мы были все, как говорится, очень рады, потому что это вернулся наш труд. Вся наша энергия, все наше, то, что мы готовились, это был результат нашей работы. Новацией была не только посадка корабля в автоматическом режиме. Отсутствие токсичного топлива, горизонтальные летные испытания и транспортировка на Байконур гигантских баков ракеты «Энергия» на спине специально созданного самолета. Все это позволило современникам назвать «Буран» кораблем, опередившим время. У нас сработал автомат, сработал идеально, потому что условия в день старта, условия были совершенно ужасные для аппаратов такого типа. Сильный ветер, низкая облачность. Низкая облачность для нас была не важна, потому что пилотов, которым нужно было обеспечить видимость, все равно не было. Но, несмотря на сильный ветер, тогда был не просто сильный ветер, а еще и сильный боковой ветер, «Буран» приземлился практически идеально. Приземлился полтора метра, по-моему, от осевой линии и к концу пробега выбрал почти до нуля это рассогласование. На космодроме «Восточный» продолжается монтаж технологического оборудования. Специалисты ЦИНКИ, Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, испытали в рабочем режиме мобильную башню обслуживания и командный пункт — мозг космодрома. А первые новоселы города Циолковский посмотрели будущие квартиры. Репортаж из Амурской области в программе «Космонавтика» на телеканале «Россия-24» в ближайшие выходные.